Всем привет привет вы на канале вот гсн и сегодня мы с вами поговорим о результатах моего перехода на евросервер я ребят посмотрел в интернете глянул в ютюбе и обратил внимание что ну по моему скромному мнению уж не обижайтесь Я не нашел ни одного толкового ролика который бы рассказал о том а какие же все таки последствия были при переходе на евросервер да появилось огромное количество видосов в которых рассказывалось о том как кто-то куда-то там собирается переходить как это технически сделать плюсы минусы Обоюдное псиралово одни раскидываются какашками в сторону евросервера вторые раскидываются тем же самым в сторону снг ну короче говоря обычная типичная ситуация когда что-то цельное разъединяют по тем или иным причинам И вот прошла жара прошла уже неделя в частности с момента как я перевелся на евросервер жара утихла в ютюбе остались все те же самые ролики касающиеся того как перейти ну и какие якобы могут быть последствия Я же решил снять видео на предмет того а какие реально последствия коснулись в частности меня поскольку я перевел все свои существующие аккаунты на евросервер Ну и соответственно мои впечатления после первой недели игры на евросервере с ребятами с евросервера не только с теми которые вместе со мной ну я имею ввиду по времени да вместе со мной переводились на евросервер при разъединении снг Ну а еще и игра с теми ребятами которые на евросервере изначально играли Итак ребят давайте будем идти попунктово Ну первое все знают что при переходе на евросервер если кто не знает и кстати видео для тех ребят которые в первую очередь еще не определились с тем уходить ли с снг на евросервер Например вот в процессе этого разъединения есть дедлайн времени в течение которого вы можете принять решение по переходу либо не переходу и мы сразу с вами обсудим вещи которые касаются того переходить не переходить и соответственно какие-то плюсы и минусы будем обсуждать Итак ребят давайте первое что будем обсуждать кто не знает просто к слову многие спрашивали за переход что дают за переход дают 7 дней према если я правильно помню ну при переходе на евросервер не за него вам заплатят а просто в виде плюшки При переходе вы получаете 7 дней према и вы получаете сертификатики на камуфляжик камуфляжик довольно прикольный кто меня знает давно знает что я абсолютно хладнокровно отношусь к камуфляжам но этот камуфляж мне честно говоря нравится действительно такой зачетный прикольный короче говоря мне зашел Но ребят смысл не в том ни в коем случае не агитирую переходите на евро потому что вам дадут 7 дней према но и вам дадут красивый камуфляжик нет ребят вопрос абсолютно не к этому не обращайте внимание на то что я сейчас сказал о том что камуфляжик красивый и 7 дней према как на мою агитацию переходить Нет ребят просто сухая констатация факта что вот дали в процессе перехода не более того Второе что хотелось бы отметить я очень сильно переживал за то что при переходе с СНГ на евро Что-то потеряется в процессе кочевания нет ребят ни на одном из моих аккаунтов ничего ровным счетом не затерялось не Было утеряно там ни одна копейка голды Ни серебра вообще короче говоря ничего вот ну короче говоря просто перед после перехода Вот как заходил в игру да и как заходил к себе в ангар на предыдущем сервере точно так же сейчас захожу на евро никаких лагов ничего Да и кстати хотелось бы сразу отметить по поводу лагов для тех кто планирует оставаться на СНГ Хотя находится допустим в Украине и не хочет переходить на евро да там чего-то боится Так вот ребят что хотелось бы отметить я попытался подключиться к евро серверу через вот эти все возможные костыли которые есть Да там чтобы все-таки играть на СНГ И ребят скажу вам следующее при заходе в игру через Wargaming Game Center да то есть Ну для компов с которого я играю ровно как и при заходе с телефона У меня выдает все четыре деления качество связи и абсолютно нормальная связь без каких-либо там лагов и всего остального При попытке зайти на СНГ и поиграть на СНГ сервере с мобильного устройства Причем буквально пять минут разницы было между заходами на евро и на СНГ У меня уже на мобильном устройстве сразу начало показывать плохое качество связи с СНГ сервером И было одно деление соответственно красный значок был качество соединения с непосредственно СНГ сервером Я не знаю может это были временные явления но ребят те которые планируют оставаться на СНГ Ну подумайте над тем что возможно будет не сильно комфортно и приятно вам играть в случае если такие проблемы с соединением будут сохраняться Поэтому это дополнительный плюсик в сторону перехода на Европу особенно если вы ребят с Украины Теперь давайте еще по поводу перехода с Европы ну точнее с СНГ общего сервера да или сейчас если вы уже на СНГ остались То есть переход на Европу боязнь по поводу магазина Ребят в магазине все ценники сохранились в том виде в котором были Техника в голде техника в баксах абсолютно не подорожала То есть вот все как было так и есть По поводу покупок в премиумном магазине давайте будем говорить откровенно При покупках в премиумном магазине если вы будете оставаться на СНГ и вы с Украины либо с какой-либо другой страны кроме России и Белоруссии Забудьте в принципе о нормальном процессе покупок в премиумном магазине Может быть вы и найдете каким образом да там обойти систему санкций из-за которых по сути есть эти проблемы Но поверьте не сильно комфортно не сильно удобно вам будет сугубо технически да вот сейчас обсуждаем исключительно техническую сторону вопроса Это что касается покупок в премиумном магазине Давайте следующий вопрос Следующий вопрос касается скорости захода в бои Скорость захода в бои поначалу была не сильно там шикарная Приходилось ждать по 30 по 40 секунд Сейчас эта скорость потихоньку ну падает Я имею ввиду время ожидания уменьшается понемножку И сейчас для захода в бой необходимо где-то в районе 10-15 секунд на верхние уровни На нижние уровни к удивлению заходишь все равно чутка подольше Но ребят в принципе это терпимо я больше чем уверен что это временное явление Поэтому на это особо обращать внимание не стоит Ну и поверьте там каких-то 30 секунд времени ну навряд ли вам что-то прям совсем сыграют Теперь давайте поговорим по поводу разницы во времени Разницы во времени обновления боевых задач и магазина и так далее Разница во времени появляется и для себя я обратил внимание Что если раньше у меня боевые задачи обновлялись То есть ежедневные боевые задачи и так далее Контейнеры вот эти которые можно открывать халявно по 3 контейнера каждый день И там по контейнеру раз в 3 или в 4 дня Ну короче вы поняли чем я говорю Разница во времени ребят есть Если раньше у меня это обновление происходило утром То сейчас происходит в обед Но в целом ребят скажу откровенно Мне даже от этого стало комфортнее Мне стало комфортнее по одной простой причине Потому что если я раньше торопился выполнить боевые задачи Исключительно в пределах ну грубо говоря сегодняшнего дня Да там и иногда даже приходилось допоздна оставаться за компьютером То на сегодняшний день такой необходимости нет Если у тебя есть свободное завтрашнее утро аж до обеда Ну в принципе ты можешь вполне спокойно зайти себе на следующий день И довыполнить боевые задачи Открыть контейнеры ну короче говоря успеешь все сделать Поверьте ну мне лично удобно Это мое субъективное мнение опять таки кто с чем не согласен Ребят пожалуйста вот там вот внизу в комментариях абсолютно все пишите Все обсудим всем отвечу Это что касается разницы во времени Теперь что касается потери клана Да безусловно при переходе с СНГ на Европу вы теряете участие в клане Вы летаете по сути из клана в котором вы состояли Ну и будете искать себе новый клан Да безусловно там придется Если вы еще не до 10 уровня докачались в развитии клана То вам придется заново начинать да там в пределах этого клана Ну по моему потеря в принципе не сильно большая Потому что плюшки которые вы уже успели собрать Вы все равно их забрали Поэтому ребят ну навряд ли вы что-то теряете И что касается клана У меня была та же самая ситуация И я потерял ну как бы участие в кланах По всем своим аккаунтам Ну недолго думая практически сразу после перехода на Европу Я просто зарегистрировал свой клан Куда приглашаю всех вас Здесь вверху сейчас появится ссылочка на ознакомительное видео Как можно попасть на отбор И сразу скажу ребят Отбор назначен первый на первое число 10 месяца На субботу на вечер Будет субботняя катка Стрим вечерний Заходите на стрим Перед этим обязательно посмотрите видео по ссылочке Которую я сейчас ранее поставил в подсказках сверху Ну и соответственно Подготовьтесь к прохождению отбора Приходите отмечу заблаговременно Не имеет значения ни ваша статистика Ни уровни танков которые у вас есть Мне чхать на статистику ваших побед И на то что у вас нет не знаю там восьмерок Девяток десяток Вот вообще без разницы Поэтому ребят кому интересно По ссылочке заходите на видео Регистрируйтесь на отбор Очень простая схема регистрации И очень простая схема победить и пройти в клан Вне зависимости от того какая ваша результативность Успешность К какому я не знаю женскому или мужскому роду вы относитесь Сколько лет вы играете в близ Короче говоря вот эти вот все стандартные требования Которые выставляются практически всеми кланами в игре Мне абсолютно без разницы Поэтому ребят всех милости просим К нам в клан Принимайте участие буду рад видеть каждого из вас Теперь ребят следующий вопрос В отношении того что Сейчас бушует прям новостная лента ютуба О том что на снг сервере стартовал ивент золотая осень Да на сервере европы золотая осень отсутствует как ивент Но я не могу сказать что я там прям сильно расстроен Тому что нет ивента в этот момент на евро сервере Ну во первых если посмотреть на линейку которая там есть Максимальная плюшка которую можно получить по моему 500 голды Больше в принципе годных халяв как таковых в том ивенте нет Там все прописано так чтобы заплатить бабла Ну и соответственно за реальное бабло Открыть верхнюю линейку ивента Да я бы не отказался поучаствовать в ивенте И получить 500 голды Спорить не буду Но я знаю что на евро сервере тоже будут ивенты Куда без них Ну нет да и нет Окей хорошо Что касается ивентов Как я понимаю ивенты на серверах снг и серверах европы будут разные И что самое парадоксальное ребят Что с этим связано и следующее мое Ну не то чтобы Какое то острое мнение Просто как мысли вслух При переходе с снг на европу Я поймал себя на мысли что я продолжаю смотреть периодические обзоры У ребят которые снимают обзоры по серверу снг И задумался А почему я это делаю Ну наверное просто по привычке Потому что честно говоря у меня сразу вспомнилась ситуация Когда я переезжал из одной квартиры в другую В соседний район города И поймал себя на мысли что я не интересуюсь Вот в первые дни да Что я не интересуюсь жизнью Того Ну дома да В котором я теперь живу И что я все чаще захожу там В вайбер в группу Посмотреть что там за переписка В вайбере по предыдущему месту жительства В сообществе да Что там пишут Какие там новости Вывезли ли мусор Потом поймал себя на мысли о том Что надо привыкать к какой то новой реальности В которой я нахожусь Которая меня абсолютно устраивает Ну и соответственно уже новости того дома В котором я жил раньше Они становятся не актуальными В связи с чем я обратил внимание На количество Ну плюс минус годных каналов Которые высветляют Новости да Там какую то информацию И делают обзоры И катаются в рандоме Именно на евросервере Их не такое уж и большое количество По сравнению с тем Которые делают обзоры на СНГ Ребят если вы уже перешли на евросервер Ну или планируете переходить на евросервер У меня к вам предложение Почему бы вам не рассмотреть вариант Подписаться на мой канал Который будет показывать вам Игру на евросервере Там где мы с вами вместе сможем играть И почему бы вам не Перестать автоматически смотреть Видосы обзоров на СНГ Которые для вас потихоньку становятся не актуальными Даже на примере того же самого ивента Да возможно интересно узнать Что происходит сейчас на СНГ сервере Но давайте будем говорить откровенно Мы не особо заморачивались над тем Что происходило на сервере Прям совсем дальнего зарубежья Допустим на сервере Соединенных Штатов Америки И какие у них там ивенты И какие новости Я не претендую на то Чтобы вы прям сейчас И я абсолютно не агитирую Бросали смотреть обзоры с СНГ сервера Пожалуйста смотрите Просто рекомендую вам подписаться на мой канал По желтому шильдику в правом нижнем углу Чему я буду безумно рад Это будет ваша поддержка моего канала Моего начинания Ну а я с вами буду делиться обзорами Именно сервера Европы Мы сможем с вами вместе играть на стримах Общаться Ну и я буду делиться какими-то новостями По Евросерверу Которые я буду узнавать Следующее что хотелось бы обсудить с вами Это вопрос Того Стоит ли переходить вам Я не буду вас агитировать Переходить вам Или не переходить вам Это решение ваше Но однозначно играть Если вы не находитесь на территории России Или Беларуси Вам будет все сложнее и сложнее Вам будет сложнее и сложнее Играть технически Исключительно по вопросам скорости И качества соединения Но и у вас будут определенные Я бы сказал довольно существенные сложности С приобретением товаров в магазине Эти вопросы обсудили Дальше решение принимать вам Если вы переходите на Европу Пожалуйста переходите и радуйтесь А знаете почему радоваться надо? Потому что последний вопрос Который я хотел с вами обсудить Это вопрос боев на Евросервере Ребят Как оказалось Бои на Евросервере По тому как они происходят По тактике По стратегии Они кардинально отличаются от СНГ Я когда начал играть Я поначалу внимания не обратил Но ребят там действительно играют Совсем по другому на Евросервере Там действительно нет такого понятия Как Вот честно говоря За 8 лет игры в танки Наверное переход на Евросервер Это одно из лучшего Что произошло со мной Я вам скажу почему Потому что если раньше Играя на СНГ Я заходил на любую карту И на любой карте Я сразу понимал Да значит здесь все поедут ТТ налево СТ направо ПТшка станет вот здесь в кустах Я выезжал куда нибудь на какую то позицию Гасил по кустам И знал что я в принципе Там скорее всего Побал сейчас В бабаху какую нибудь стоящую Или в гриля Потому что на этой карте Как правило там они становятся А потом когда танк попадал за свет У него оказалось Уже есть часть нанесенного урона Мной Ну короче говоря ребят Игра стала настолько предсказуемая И нудная Что тебе приходилось самостоятельно Придумывать что нибудь НДК новенькое И ты сам офигевал Когда приезжал допустим Там на направление СТ И встречал там ТТ Ну ты типа в шоке такой Как это здесь ТТ И кстати ребят На Евросервере я заметил Что за время того Сколько я на нем играл Я на нем играю уже 8 дней Реально не было ни одного боя Чтобы мне написали По поводу того Что я олень Потому что я на ТТ поехал Не туда Куда команда Обычно Предполагает Что туда поедет ТТ То есть Ну вот я решил поехать Вместе с СТ Я приехал туда Мы там классно отыграли И мне даже в процессе Моего доезда До места Где я собираюсь воевать За вот этот вот период движения Мне никто ничего не написал Я реально честно говоря Ну был очень сильно удивлен этому И для меня честно говоря Вопрос того Что Ты заходишь на карту И ты сейчас даже не догадываешься Куда поедет команда противника Ты не догадываешься Что с СТшками ЛТшками Приедут ТТшки Или не приедут Или ты приезжаешь На направление ТТ А там вообще никого нет Потому что 4 ТТ Вместе с одной СТшкой Поехали на направление ЛТ Короче говоря Ребят Там вот Абсолютно непредсказуемые бои И это настолько прикольно Это настолько освежило Мои впечатления от игры Мне настолько приятно Сейчас заходить на Ну на сервере Европы В бои Вы себе не представляете Это все равно Что вы катали Ну точнее не катали А играли в одну и ту же самую Проходную игру Прошли ее там 7 или 8 раз И вы уже там По определению знаете Куда пойдет тот или иной бот Который прописан в игре Где будет сидеть там Кто-то из снайперов Которые будут по вам стрелять Ну короче говоря Вы вот тупо одинаково проходите Да постоянно игру И ничего новенького Здесь же получается Полный разрыв шаблона Произошел И за эти 8 дней У меня сложилось впечатление Что я сейчас Тупо заново Начинаю играть в танки Но только уже с умениями С пониманием И осознанием того Чего от меня требуется На каком танке я играю Что он может Чего нет И как лучше отыграть Короче говоря Ребят Это мои были Субъективные Впечатления О переходе на евросервер О первой неделе игры В рандомах евросервера И я всех вас жду В виде постоянных зрителей На моем канале Я всех вас жду На отборе В мой клан Я буду безумно Всем вам рад Ну а переходить или нет Безусловно Дело ваше Я же могу Подсуммировать Только одно Я перешел Ничего не потеряв И абсолютно Не жалею об этом Я только приобрел Приобрел Новое качество Красок игры В блице С ребятами Которые играют Абсолютно По другим правилам На данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего вам Мира И спокойствия Субтитры создавал DimaTorzok